Всем доброго субботнего утра будьте здоровы извините пожалуйста 4 января ну что сюда по погоде я думаю что мужчина поступили правильно как вы думаете пойдет но она делится вот смотрите ничего не метет зато смотрите сколько на мило начинает только светать время 8 утра 5 минут 9 сегодня дали волю чувством в плане поспать что-то простыл маленько не знаю нос чешется сопли текут слегка рабочий момент вот сейчас посмотрим что у нас на дорогах делается но то что мы вчера не продолжили движение я думаю это было правильное решение выезды конечно у них интересный горочку да дорога мокрая видно что чистили что уже сыпали все красота можно ехать за бортом минус 5 о какая сейчас масштабы трагедии какая с нас метель сколько снега на ночь замену мило все видно на дороге сегодня суббота выгружаться нам завтра 835 километров нам проехать до куда сегодня доедем до туда доедем и завтра остальное с утреца до скребем до либинска никаких проблем но вчера по той пурге по той метели было слегка неразумно я так думаю а сейчас вот топи да топи три километра не доезжая сейчас объездная сама ну как объездная на тольятти дорога пойдет самара будет прямо мы уйдем на тольятти определились у нас уже дальнейшие наши планы но о них немножко позже о них расскажу после выгрузки меняться мы не будем сейчас сегодня будем проезжать пензу но смена пока у нас происходить не будет по причине тех же планов объективных причин а чё в принципе тянуть то короче мы тут договорились с одним человеком мы от него забираем загрузку с москвы ну солнечногорска на германию и от него же с германией поедем там два варианта либо опять когалын либо красноярск ну скорее всего красноярск сто процентов пока не могу сказать но такая предварительная договоренность есть михао владимирович у нас нет визы и паспорта нет поэтому он пока у нас остается дома на европу придется ехать в вашем покорном услуге хоть мы уже отработали больше месяца ну здесь без вариантов вот поэтому наша задача какая завтра разгрузиться ну завтра конечно вряд ли ну в понедельник что-нибудь забрать с липецка на москву во вторник в москве выгрузиться и во вторник подать машину на загрузку в Солнечногорск вот вот так расход нам лайки о кстати ну то ладно надо посмотрим как там дальше будет погода надо наверное опять сотблю забирать потому что в канистрах и вот там до хрена и трошки как стоять куда ты погнал там живут сюда чуть-чуть в самару не уехал бла-бла-бла-бла-бла-бла на самару туда на Тольятти туда вот видите какие тут переметы видите сколько снега навалило какие сугробы проехать проехать 39 км лучше ночь подождать потом за пять минут долететь ехать спокойно по разбитой дороге по почищенному чем суть когда нужно тогда я понимаю тогда надо надо но когда есть варианты выбора стоит взвесить все за и против вот кошмар что-то надо каких-то сегодня будет сейчас в пензу этот и господи что ж ты будешь делать то я еще раз извиняюсь надо в пензу заехать что-то купить каких-то каких-то лекарств может быть это что-то уже третий день такой подпростывший это моя простуда полезла это болячки через это после купания Тобольского до сих пор акклиматься не могу вот в общем план у нас друзья такой так что сейчас едем Михаил Владимирович продолжает праздновать праздники а мы едем дальше арбайта нутон дисциплина милиция скребут скребут чистят да-да-да за 80 это уже перебор Тольятти скоро ну в принципе как скоро в общем откроют здесь другую дорогу вообще объездная будет то есть мы сюда даже вообще заходить не будем как-то будем уходить направо не знаю только где и будем обходить Тольятти и выходить где-то там уже чуть-чуть не по цызранью ну я шучу по цызранью конечно но сам факт что вот ГЭС все эти дела то есть решили о них ну правильно прикиньте какая же нагрузка идет на ГЭС постоянно круглосуточно такой поток транспорт на эту конструкцию ну а вот эта конструкция которая видится уже подгулявшая в плане покрытия конечно очень долго была ожидаемая насколько она здесь разгрузила все я только одного не могу понять неужели нельзя было построить так чтобы хотя бы ему ему 3 месяцев то нет этому мосту положить асфальт или укласть но скорее всего положить чтобы здесь было ровно даже машка он с ума сходит этого моста здесь еще нет как-то вот неправильно даже если вспомнить вот в Гамбурге какой мастище по какому мы ехали ни разу даже не качнуло а здесь мосту то без году неделя ну хоть так и то хорошо мне интересно знать ну я думаю жигулевский подъем он должен быть нормальный не будем уже здесь его обходить местного перед постом рамсит сильно не будем зеленовки сейчас так смотрел так смотрел внимательно но не останавливал но не останавливал зеленый вот остановите до его и подъем то жигулевский однозначно будет мокрый здесь отсыпано так там по-любому должно быть отсыпано таки таки красота все замерзшая конечно конечно надо ее разгружать когда-то я помню по ней вот куда тут ну что-то строили тоже давно еще в давние времена то вообще было движение запрещено однозначно надо делать объездную разгружать этот мост эту плотину эту гэс вернее сколько здесь тысяч тонн за сутки проходит наверно если подсчитать так с ума сойдешь а как не крутите конструкция то в любом случае уже во-первых не новая ну и плюс вот эти все места здесь разгрузится тольятти вот это вот правда с постройка вот этого моста все тут откуда тут пробкам добраться только если гайцы что-нибудь на посту учудят а так через мост перескочил и все самый проблемный участок они сделали поверху на планете есть у каждого свой дом и об этом и об этом эту песню мы поем милый город в тольятти Город любви моей В Тольятти Сердцу всегда теплей В городе жизнь нелегка Смеха детей полна Как я люблю тебя Мой Тольятти Мой Тольятти Знаю точно Мы огромная семья Эти строчки Сочиняем для тебя В моем сердце Ты все время будь таким Самым добрым Самым дорогим В Тольятти Город любви моей В Тольятти Сердцу всегда теплей В городе жизнь нелегка Смеха детей полна Как я люблю тебя Как я люблю тебя Мой Тольятти Тольятти Город любви моей В Тольятти Сердцу всегда теплей В городе жизнь нелегка Смеха детей полна Как я люблю тебя Мой Тольятти Мой Тольятти Мой Тольятти Мой Тольятти Мой Тольятти Не тормознулся Кофейку взять туда-сюда Совсем грязный Грязь летит Ужас просто Умывайку не успеваешь заливать Так-то все нормально Вроде Все целое Выясняется вопрос Когда что там завтра Прибыться я на выгрузку Как планировать Красота Будем отмывать потом Не подойти ни с одной стороны Туман какой-то Зато минус два всего В общем прошли мы Сызрань Да Видите на дороге уже все Вода Все растопили Все отсыпавшие Минус два Но туманище Видите какой туман Ни хрена толком не видно Пенза 238 В пензе нам нужно будет На петушок заскочить Кое-какие дела там Подделать Магазин Аптеки Ну все как всегда Стандартный Стандартный набор Ну сейчас Новоспаское Новоспаском Зальемся Что садблюд делать Не знаю Ну я сейчас там Новоспаском Будем заливаться Я посмотрю Может оно Оттает Само Уже Минус два Совсем не хочется Мне я заколебался Здесь Мыть за ним За этим Пол Ну оно потекло Туда Немножко Куртку Миши Залила Куртку Да ладно Куртка Я постираю Я здесь пол Отмывал Короче Ну не очень хорошо Надо мешки Такие специальные Большие Купить Сейчас может быть В Пензе В магазин Зайду Куплю Большие мешки Такие 200 литровые Такие Какие-нибудь Огромные И тогда В общем-то Можно Чего Канистру В мешок И тогда Можно Ложить Ну посмотрим А пока Поехали Туман Закончился Были То не одно Так другое А то снег То точно Туман То есть Что мороз Красота Тут куча Транспортных Компаний Заправляется Вот Дженси Белорусская На московских Номерах Не важно Именно Сама Дженси Двойка Там Магна Лорики Я видел Сюда Ездят Я полные Баки Не лил Полные Баки Мы там На петроле Будем Доливаться Мы же На Европу Идем Поэтому 700 литров Залил Мне хватит С головой Пошел Посмотрел Отблю Начало Оно Уже Само Оттаивать В кабине В канистрах Поэтому Заниматься Геморроем Не будем С переносами О Видите Отел Газовый КамАЗ Газом Заправляется Будет Интересно Мне знать Здесь Здесь Стоп Заливается Это Раз Нефть Или Нет Смотрите Все Здесь Вот Я думаю Но к тому Времени Оттает У меня Еще 39 процентов Это мне На сегодня На завтра Хватит Судя По тому Какое Тепло Стоит Уже К тому Времени Растает Мое Пусть Не Полностью Но А сам Случай Что Небудь До На Цедем Там Все Валим Поехали Вольцваген Пола Валим В Пензу Че Че Тут Уже Начали Уже Заикаться Что Может Быть Завтра И Не Выгрузят Фигня Какая Не Знаю Пытаются Уточнить Нет Это Ты Зря Конечно На Красный Поехал Пола Здесь Пешеходный Переход Вон Знак Стоп Лиг Место Для Остановки Погорячился Ты Братан Зеркала Грязнющие Грязнющие Стопла Грязнющие Грязнющие А машина Какая Грязнющая Так Просто Ужас Ни С одной Стороны Не Подойти Катастрофа Просто О Новая Овечка Нет Не Новая Думал Новая Пошла Или Новая Не Не Новая Новая Морда Чем-то На Сканию Похожа Самосвал Пустой Зверь Давай Давай Газуй Ульяновский Это Шульяновская Область Сейчас Уже В Пензенскую Зайдем Все Пойдет У нас Уже Московское Время Так что Сейчас Час дня 22 По Москве Часа Часа Три Здесь До Пензы Грубо Получается Где-то Вровень Четырех Будем В Пензе Дела Туда Сюда До Места 630 Км Все Возвращаемся В свое Время Московская Минская Пензенская Одинаковая Короче Началась Пензенская Область Чего До 140 По-моему Тут До Пензы Или 150 Что-то Такое 160 Поворачивает Пока За это Поворот На Тамбов С Пензы Уйдем На Тамбов Да И Там Уже Липецк Вообще Ноль Тепло Полностью Где Зима Где Минус 39 Стали За День Может Еще Вернемся К ним В этом Году К Этим Интересным Температурам В Таос На Пензы Идешь Ты В Канале В Таос Сейчас На Годах Идешь В Канале Ты На Пензы Идешь Молчит Я ему хотел сказать Чтобы он это С этих маленьких Почистил Пошел бы Сейчас Только что Такая Льдино Ко мне Прилетела Лобовое Хорошо Не само Лобовое Сбоку Ладно Мне А если Какую Невуть Уазику Лямов На 5 Потому Что Потепле Ловится Сука Снега На Нем Превратился В лед И постепенно На Кочках Раз 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 И Кусочки Отлетают Но Он Не хочет Почему То Отзываться Но Нам Надо Как-то Выбрать Момент И Его Обойти Так Он По Прямой Вроде Ничего Бежит На Подъем Садится Вот Антенна Он Торчит Не Отзывается Я Тоже Часто Ежу Рация Выключена Поэтому Мало Лич Выключил Человек И Все Едет Там Отдыхает Успеем Давайте Пошли Швеллер Швеллер Прицеп Швеллер Называется А Антенна Есть Деньги Кончились Может быть На ней Прицеп Такой Да Швеллер Он Называет Такой Оригинальный Честно Сказать Я бы Не хотел Такой Таскать Еще Пусок Льда Сейчас Только Что Снегабарит Пронатил Маленький Но Серово Ну И Где Михаил Владимирович Обычно Приезжаешь Он Оп Он Уже Здесь Шутка Не будем Мы Сейчас Меняться Я Аж Уже Говорил Так Идем Пойду я Местные аптеки Разорять Многие Спрашивают Почему Ну У нас Белоруссия Просто Многие Лекарства Ну Отсутствуют Есть Белорусские Аналоги Но Не всем Они идут Эти Белорусские Аналоги Поэтому Вот Просят Купить Именно Вот Такие Это я не только себе домой Много Кто просит Поэтому Пойду Сейчас Пробегусь Пусть Магазин Все равно Надо Уже Все Потом Придем Конечно Помоем Боковые Стекла Зеркала Потому Что Все Все Просто До такой Степени Черных Зеркала Вообще Нифига Не Видно Циноль Короче Помоемся Помоем Пойдем Здесь уже Вместо Кафешку Сходим Не хочу Эту Кухню Доставать Хотя Есть Кушать Еще Есть Что Представляете Катур Денеж Век Воли Не видать Я еще В кафешке Не ходил Ни разу Вот Уже Назад Возвращаюсь Спасибо Добрым Людям Не дают Умереть С голоду Сироте Вот Ладно Пошли Смотрите Какая она Чумазенькая Ой Перед Германией Помоем Ну Другое Дело Люба Дорого В окошке Посмотреть Так Машунчик Ну Колодки Но Как писала Так и Пишет Но Дело В том Что Оно Как Было 28 Так И Все На Месте Висит Поэтому Единственное Что Чек Горит Все Реме Это Да и Хрен С Нем Короче Мы пока Тут Бегали Местные Аптеки Разоряли Ужинали Короче Пошел Снег Дождались Снега Я уже Звоню Своим Спрашивал Говорю Это Если Там Стопроцентная Выгрузка Не Ну Если Выгрузку Не Подтвердили На Завтра Так Я Гору Тогда Может Это И Не Поеду Ехать Осталось 435 Километров Здесь Переночую Утром Поеду Завтра По Светлому Не Уточнили Сказали Что Все Подтверждено Поэтому Едем Спасибо Спасибо Топливо Топливо Даром АЗС Топливо Даром Знаете Такое Вот 4 4,5 Короче Ну Нам Осталось Как раз Работать 4,5 Золотой Золотой Петушок Вот Их Отработаем И На Сегодня Все Это Если Нормально То Мы Километров 300 Сегодня Пробежим Еще Едешь Не Едешь Тут Надо Чтобы Выехать Такие Вот Кренделя Здесь Рисовать Можно Было Конечно Там На Мостике Направо Но Тоже Надо Ехать В Город Разворачиваться Либо Через Сплошную Нырять Поэтому Сейчас Вот На Мостик На Кольце Через Мостик И В Обратнюю Сторону Часть До Десяти Проедем Там Отстоимся И Завтра Десяти Утро Приедем В Липецк Нет Никого Это Радует Я не знаю У кого Главное По-моему У них Да Как-то Они так Очень Лихо Летят Я что-то На знак Не успел Толком Глянуть Сейчас У нас Главное А потом У них Опять Видите Тут Нам Надо Уступать Давай 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 Поехали Братан Поехали 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 Подшлифовывай Хорошо Так Вот Я только Стал Пошел Побородись Тут По окрестностям И пошел Снежок Ну Дорога То Должна Быть Мокрой По идее Ноль Градусов Но Может Прикататься Начальность Едем Через 16 Километров Будем Уходить Направо В сторону Тамбова Уйдем С пятерки Давноватенько Той Дорогой Не ездил В общем У нас продолжается Вчерашний Фестиваль Снежный За единственным Исключением Сегодня У нас Ноль И прикатывается Так Вот Здесь Видно Что КДМ Поработала Перед постом Дорогой А так А так У нас Прикатывается Так Что Вот До этого Шли Можно Становиться На коньки И Конькобежным Слалопом С горки Заниматься Здесь Да Здесь Возле поста Отсыпано Пост Каменки Отличение Сласти 10 км Час Далеко Остановил Что Шетина А Беларусь Брестского Санта-Бребер Селедка Транс Понятно Ну вот Перекрестка Перед постом Здесь Видите Здесь Асфальт А так Мы шли Конечно Было Довольно Таки Весело И Снежок Не Прекращается И На стоянку Не станешь Ехать Надо Я хочу На 20 Я Сразу Не Понял Я Туман Такой Какой-то Или Снег А это Что-то Вот Впереди Вот Ездит И Сорица Как Не знаю Вам Видно Не Видно Это Вот То Что Вот Это Летит Это Дым Это Это Маленькая Вот Дает Он На Одном Масле Ездит Давайте Мы Обгоним И Задохну За Нем Ехать С Делается Это Опель Какой-то Чувак На Одном Масле Газует Так Корочки На Тормоза Если Сильно Нажмешь Что Чувствуется Что Начинает Абс Срабатывать Что Это Что Скользко Оно Видно По Дороге Ноль Снег Это Самая Гремучая Смесь Паскудная Тут Посыпано Вот Даже Видно Свеженько А Вон КДМ Как Вышло Уже Закончился Населенный Пункт Уже Ничего Я Не Превышаю Крадемся Дальше О Город Тамбов Надпись Но Это еще Не сам Тамбов Ну Как бы Он тут Совсем Уже Рядышко Мы Сейчас Пойдем Тамбов Обойдем Не Севером А Югом Раньше Как-то Всегда Севером Ездил Говорят Говорят Севером Дальше Югом Короче И И плюс Там Стоянка Есть Осталось Полчаса Времени Рабочего Дальше смысла уже никакого ехать нет если еще отстаиваться время уже 10 без пяти тут то видите все вода ну вот всю дорогу вот буквально километров за 30 отсюда до сюда началась вода а так и снег практически закончился не идет нет идет но можно сказать это не снег а так мило 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 еще раз мило приедем станем пойдем посмотрим на что наша морда похоже я сильно сомневаюсь что там даже обрешетка видно не то что номер уазик еще и на московских номерах вот по моему через 800 метров нас направо будет уводить это вот если идти на северный обход а а я южным ни разу не ездил мне санька подсказал товарищ мой да 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 там сейчас перекресток поворота направо мы горчу дальше проезжаем километр четыре и пойдем по левой стороне тоже он машинки все равно идут номера залеплены и ну здесь видно что сыпали кдм-ки пробежали и все вода 0 так как было так и есть всю дорогу 0 от пензы вот на право видите воронеж указатель все шанс москва это на северную объездную мы идем прямо прямо я еще ни разу не ездил от слова совсем да вот так мы симпатично выглядим спереди ни номеров не видно ничего пары все залеплены вот лэдовские фары они никогда ну как обычный они не нагреваются и не тают на них и тает снег на них сзади кучу грязю к все нормально без на этом боская будем спать отсюда километров 130 нам еще проехать завтра часика восемь выйдем усилами все залеплены стоят все пошли отбиваться и вот вот вот